Всем привет, ребята, с вами Вархаммер. Да, конечно, это видео я планировал по-другому сделать, как я говорил, на стриме, потому что Испанию я еще поеду в другой лиге уже, как бы, на следующей неделе. Но я подумал, ладно, все-таки надо сделать быстро обзор этого этапа, а потом, через неделю, сделать еще одно видео, да, уже с другой Испанией, и посмотреть, сравнить, что я делал так, что делал не так, в сравнении, вот, в данной Испании. И да, это была самая моя лучшая гонка пока что в лигах, потому что я не знаю, у меня лучше гонки, ну, кто был на стриме, видели, как оно прошло, но вы сейчас будете смотреть видео небольшими частями, потому что, ну, по большей части я в гонке просто ехал в тайм-атак режиме. Ладно, давайте потихоньку проходить к самой гонке. Лига ПКТ, собственно, меня в нее пригласили, причем за день до самой гонки, и благо это была Испания, в которую я уже ездил в ZFL, и у меня было понимание, что я делал тогда не так, где надо быть более сейфовым и так далее. Соответственно, ну, надо было учесть все ошибки и не обосраться в этот раз снова, ну, и постараться не наловить кучу штрафов. В ПКТ-лиге, немного так объясню, лига разделена на три сплита, то есть это уже не так, ну, три дивизиона, но это, по сути, сплиты. В каждом сплите едут гонщики по своему уровню, вот, и, соответственно, такое распределение гонщиков, на самом деле, даже лучше, чем это сделать распределение по ассистам. То есть, есть лига, где можно все использовать по ассистам, где, там, небольшую часть ассистов, и где вообще никаких ассистов нельзя. То есть, тем самым, это даст возможность бороться людям, в принципе, за хорошие позиции. Да, можете всегда, но хотя бы борьба будет не в одну калитку, как у нас было в ZF-феле. То есть, ну, я ничего не говорил, но просто, когда ты знаешь, что вот есть человек, который будет быстрее всех точно, и ты не сможешь бороться за подиум, только если он совершит ошибку, ошибки он не совершает, то да. Ну, это такой момент, то есть, в принципе, это поднимает интерес к этой лиге. Нормально. Вот, тут лиги гоняет, наверное, половину гонщиков, с которыми, ну, точнее, которые гоняли в ZF-феле, может, уже чуть больше половины, вот часть, то есть, мастер лиги типа Элифсиса и Рича, вот, часть там из АМ, про М, соответственно, ну, знал, что плюс-минус ребята умеют делать, могут сделать, от этого отталкивался. Ну, и такое быстрое, кстати, представление лиги. Что же, квалификация у нас по-нормальному, в принципе, уикенд сделан, то есть, это не как в ФРСФВИН лиге, где в один день ты едешь в квалификацию, а на следующий день ты едешь в гонку. То есть, да, плюсы такой расстановки, ты можешь делать полную квалификацию, а потом же в день гонку, то есть, не сразу там, чтобы за два часа у вас продержался квалификация гонка. Но минус в том, что ты можешь на гонку поставить себе другой сетап, у тебя будет свежая резина, даже несмотря на то, что ты финишировал в топ-десятке. И это большие минусы, как по моему мнению. Здесь же все нормально, короткая квалификация, 17 минут, если я ошибся, твои проблемы. Вот, и, естественно, никто не может у меня через стабы в гонке и поставить там, ну, и не иметь свежей резины. Вот, квалификация прошла в принципе неплохо. Могло быть намного лучше, четвертая позиция на статуе решетки. Первая попытка, я, конечно же, поставил неплохой круг, минуту 15-6. Ну, конечно, и так говорить, неплохой, то где-то смеются какие-то киберкотлеты, которые эту минуту 14 с чем-то. Вот, ну и плюс я еще думал, конечно же, в кольфикации, на чем поехать, потому что Испания так гонка, где будет сложно рядовать стратегию в один пистоп при старте софта, но я решил, то что окей, большая часть десятки, скорее всего, поедем на софте, поэтому поедем тоже на софте, и стратегия будет точно в один пистоп, я не буду постоянно запитать, и успеет ехать в два пистопа. И, в принципе, потом вы даже поймете, почему. С второй попытки там немного, конечно, снялся со своего времени, переквалицировал олимпсиса немного, но он потом продолжил, и поэтому я открылся в основном на четвертую позицию. Но я совершал ошибку в третьем секторе вроде бы, да, на выходе как раз-таки к последнему повороту из Шикан, я потерял там одну десятую, если бы я не потерял десятую, то я бы ушел бы вообще на пол-позицию. Ладно, приходим к самой гонке, собственно, я понимал то, что надо очень хорошо стартануть, плюс, ну, пытаться отыграть позицию, минимум, вообще не потерять этих позиций, чтобы дальше пытаться бороться. Пришлось в старт гонке, и в принципе все идет очень хорошо, гриден впереди меня стартует хорошо, по левую часть, ребята, на, замечу, накатанные территории стартуют как-то хуже, ну, по крайней мере, у человека проебака, да, личный ник, но, может быть, он и соответствует человеку, ладно, я в пачках не знаю, кто там да как едет, вот, естественно, он немного отормонил вроде бы из этого элипсиса, за счет чего я прохожу элипсиса и проебаку, и после первого по ворту, даже после второго я выхожу уже на вторую позицию, и передо мной едет гридан, который надо будет догнать. Вот, ну и потихоньку начинаем мы нашу поездочку за гриданом. Едем-едем, я начинаю уже, когда, по его слову, в ДРС, догонять его, соответственно, попадая в окно ДРС, что мне позволяет сохранить дистанцию до проребаки, который ехал все время за мной в ДРС, потому что, ну, я в порт-хорьбатровать, но на прямой он там отыгрывает с моим настройками по полсекунды спокойно, и это вообще не очень для меня, у меня хороший знак был. Ну, благо, опять же, я догнал его. После чего у нас там начинается потихоньку пидстопы, вот, люди начинают софта уходить на медиум, и я как бы думаю, как при себя то, что, ну, это навряд ли один пидстоп, потому что люди заехали там на пятом кругу, и проехать 31 круг на медиуме, это импосибл. Ну, по крайней мере, да, это пусибл, но у тебя может взорваться покрышка. Вот, и я понимаю то, что это люди едут на два пидстопа, но моя стратегия изначально была на один пидстоп. Собственно, продолжаю их из-за гринаном, и на восьмом вроде кругу я решаю то, что ладно, все, пора этот софт менять, потому что он уже износился достаточно сильно, и дальше я только буду терять потушение к позади идущим, которые я все-таки на медиуме, и они будут сейчас быстро меня догонять. Доезжаю, беру свой хард, и да, там вышел я после пидстопа, вроде бы было между мной и проебакой секунды с чем-то, и как бы да, это хорошо, что я не поехал на еще один круг, потому что иначе было бы очень все плохо. За счет такого андерката я объехал гридана, но там случился небольшой такой баг интересный, то есть по крайней мере, я еду по стартфинишному прямой, вижу, что гридан еще стоит в пидстопе, проезжаю мимо него, и я до сих пор видел, что он там еще стоял где-то в пидлейне, то есть думаю, окей, значит я еще неплохо так отыграл от него, но тут выезжает он, и мы уже точно же приходим трой сектор в середине, я понимаю то, что он едет позади меня, нифига. То есть я такой думаю, окей, откуда ты там взялся вообще? Но окей, андеркат сработал, теперь осталось делать за малым, а именно оторваться на одну секунду. Если я проехал, к тому времени у меня уже был один, одно предупреждение за то, что я превысил лимиты, трассы, ну типа окей, это одно предупреждение, то есть в Испании в принципе, если постараться, можно спокойно проехать без срезов, потому что нет там такого большого количества повороту, где тебе надо прям выходить очень широко на высокой скорости. Да, есть поворот в конце второго сектора, выходящий на обратную прямую, но там если правильно все настроено, то ты не будешь вылетать очень широко, ну по крайней мере скорости надо больше корить, чем нужно. Получается у меня все-таки отъехать от гридана на одну секунду, за счет этого он теряет ДРС, и я пытаюсь с ним понемногу-понемногу отрываться от него, и по итогу у меня получается даже в середине гонки оторваться от него там уже на полторы или две секунды. То есть для меня это было отлично, соответственно ему надо либо тратить какие-то ресурсы для того, чтобы меня догнать и въехать в эту одну секунду, а это именно энергия, которую у меня постарался приберечь, потому что, как я видел при использовании ее, она очень быстро мне тратилась моментально, а приросту скорости пособой не давала. Поэтому гонную кнопку для меня была таким вариантом обороны. Вот. Потихоньку едем, середина гонки, опять же я смотрю на счетчиков кругов, и честно в этот момент я блин еду и думаю, как же долго длятся чертову круги. Хотя мы едем, обычный гоночный круг там минуты 19, минуты 20, то есть достаточно быстрые круги, но я еду, честно, и оно дарится будто в вечность. Вот. Продолжаем ехать, я уже смотрю, что там люди, которые сортовали, ну точнее на двух пистопах, заезжают на три пистопы. К сожалению, там в середине гонки сходит мой друг Элипсис, вот, хотя он только заехал на пистоп, конечно, не повезло, ехал третьим, если правильно помню, ну или четвертым там за прибавка прям ехал точно, уж я помню. Вот. Ну и да, не повезло, к сожалению, парню, продолжаем ехать, и собственно, уже под конец гонки гриден предпринимает решение, меня пытаться как-то догонять, я это прямо отчетливо вижу по времени, потому что я не ошибался особо, и при этом он там с отсутствием дистанцию до полутора секунды, то есть он явно использовал кнопку, я это понимал, мне самое главное было постараться удержать этот отрыв в секунду, и не дать ему въехать в ДРС. Собственно, потом случается то, что я догоняю потихоньку круговых, очень удачно догоняю своего напарника на одном из кругов, он мне дает ДРС на старт финишной прямой, что мне дает возможность просто оторваться от гридена, потому что по той скорости, которую я видел, на прямой мы ехали плюс-минус одинаково, и это просто было идеально. Ну и дальнее бы только, если бы еще мой напарк не успел дать слепстрим, но ладно, кто бы еще подумали, что команда с Артеки, хотя в лигу я за один день до этапа вступил. Вот. Спокойно еду дальше, и на 29-м кругу, в середине, я смотрю, что угодило на слева, появился значок о том, что он получит страх в 3 секунды. Все, на этот момент я понимаю то, что мне надо сейчас ехать спокойно, не пытаться лишний раз геройствовать. К тому же я еще догадал пак из трех пилотов, которые ездят вне топ-десятки, и они боролись с собой, мне тоже надо было с ним как-то быть поаккуратнее, потому что я не хотел от них умирать, потому что явно они будут друг другу пытаться до их бомбить, еще что-нибудь делать и так далее. Вот. Соответственно, прохожу спокойно одного, второго и третьего блага. Прошел без каких-либо особых проблем. Даже там, когда проходил третьего пилота, я его прошел перед третьим сектором, что мне позволило от Гридона снова отраваться на 2 секунды. Продолжение следует... Ну и собственно все, момент истины, выход из последнего поворота. Сюда, блядь, есть, 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 первое место, ух, сюда, о, блядь, сколько лиговых гонок, 12 без подиума, 12 годов без подиума в лигах и первое место, с первого же гонки в новой лиге. Блин, блядь, ну нахуй, блядь, пиздец, я не верю в это, блядь, я просто нахуй не верю, блядь. м просто часто под конец гонки когда я видел в конце двадцатого что выйдет на три секунды я все вот так понял пушить уже не надо потому что у него три секунды даже если бы тупик оторвется от меня блядь отлично тибет на был сын как искал то что жаль не было выключаться то что я настраиваю я думал об этом чтобы и включить но потом подумал ладно для того чтобы запись было более нормально я лучше ее не буду добавлять но в тот момент это просто был для самый лучший момент если в эфире за последние несколько лет куда я укрой гоняю потому что были же ты выигрыш наконец то ли гонки то есть ну неправда же прижасно поднимаем на выигрывать то есть несколько было возможности приехать в это файл на поле у меня все время фейлил вот тут все все сошлось я не получил штраф за средств получу только лишь полетом предупреждения хотя кстати стоит отметить то что у меня бывали моменты достаточно опасные когда я выезжал всеми тремя там четырьмя колесами за пределы белой линии но благо я отпускал газ нереальные за это не давали штраф вот то есть я мог террин собирать на три секунды спокойно вот и просто после этого следствия мне там попросили интервью еще я естественно были без проблем вот можете послушать его штраф и так у нас вархаммер победитель сегодняшней гонки находится в нашей комментаторские будки так здравствуйте 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 есть вам что-то лично для начала сказать потому что победа все таки я думаю стоит вот эмоций да наверное лучшая моя гонка была которую только можно было придумать и под конец особенности когда видел три секунды у гридона я понял то что все уже пушить не надо надо просто сосредоточиться и доехать до конца эту гонку да собственно это мы и предполагали когда вы уже были на завершающих кругах скажите пожалуйста готовились ли вы к данному гран-при да и что вы делали чтобы подготовиться какие-то разрабатывали свои тактики стратегии либо какие-то свои способы не знаю вождение чем вы можете поделиться с телезрителями или теми гонщиками которые только начинают играть формула 1 но все легко и просто был опыт ошибок уже в испании плюс вчера мне написал краскуратор это лиги и за 30 минут до гонки сегодняшний там подготовился немного то есть уже был опыт езды на трассе поэтому я знал что надо делать по тактике тоже примерно представлял что делать но в основном это тайм атака естественно тренировался еще такой вопрос вот гридан тоже очень сильный пилот большой высокий у него темп как и в квалификации до бывало у него что гонки он тоже там разворачивался неудачно не были столкновения вот в момент когда между вами и гриданом было значительную часть кругов примерно дельта 18 две секунды и у вас были там ощущения либо переживания было ли думали ли вы что он вас догонит или как-то перегонит справлялись со своими эмоциями на самом деле да у меня были небольшие волнения что мне сможет догнать самое главное для меня было держать расстояние до него больше секунду чтобы он не мог воспользоваться дрс потому что если бы он воспользовался бы меня и догнал и обогнал бы вот там бы уже скорее все повторилась бы ситуация мы просто обменивались может быть позициями ну а тогда самое главное это было сохранить просто это него в дистанцию самом деле была очень напряженная гонка в этом плане все коллега у меня вопросов к нему больше нет может вы еще что-то хотите задать в принципе один вопрос я так понимаю тоже 1 да как в принципе впечатления от этапа именно в плане того как пилоты себя вели на трассе не было некрасивых инцидентов что интересно как для пилота который его так ворвался и сразу не по первой гонку до часто ничего такого половину и кончика я тут уже знаю так что представлял по силе кто как ездит до под конец гонки был момент с синими флагами но я тоже понимаю то что люди борются за позиции пусть в нячковой зоны но все-таки это борьба и поэтому этого кита что мне не сразу пустили три пилота там на самом деле интересным тем более там сама игра уже поводовая штрафы за как бы что поделаешь в любом случае поздравляю вас спасибо еще раз так что как то так прошел этап то есть для меня он стал таким я надеюсь что то что это будет отправная точка в то что я начну наконец-то нормально ехать безошибочно то есть без срезок по крайней мере и пытаться бороться уже за полиумы вот следующая гонка через неделю вроде бы тоже в пятницу 8 часов то что ребят приходите обязательно стрим вот а лучше подписывайтесь на группу вконтакте чтобы следить за всеми анонсами ну и дальше в следующей неделе опять же испания в рейсовин лиги посмотрим как она там пройдет и сравним эти две гонки потому как они шли а на этом все с вами был вархаммер подписывайтесь на канал ставьте лайки и увидимся через неделю пока пока удачи